Я благодарю вас за премию, премию высокого морального качества. И она стоит на тех ценностях, которые для меня, человека 90-х, когда мы бегали по площадям и кричали «Свобода! Свобода!». Правда, тогда мы не имели понятия, что такое свобода. Мы думали, что это очень быстрый праздник, что завтра все будет красиво, хорошо. Но вот сейчас мы оказались совершенно не там, где мы хотели. И тем труднее защищать те ценности, которые стоят в основе открытого общества. Общество сегодня даже, можно сказать, с иронией стало закрытым, поскольку в связи с последним новым испытанием, которое стоит перед человечеством, пандемиями, которые наверняка теперь будут сопутствовать в нашей жизни, и одна, и следующая в связи с изменением климата и вообще с какими-то космическими изменениями, которые еще мы не совсем до конца понимаем. Люди все больше прячутся по своим пещерам, вот так, как мы сегодня разбежались. Но прошло немного времени, нам понадобилось всего несколько месяцев, чтобы мир понял, что если ты сидишь в отдельной пещере, то ты не спасешься, это нас не спасет. Спасет нас опять солидарность, новая солидарность. И я вот когда думала о том, что буду говорить вам, я хотела сказать и думала о том, что тот мир, в котором я жива, и изучению, которому я посвятила почти 40 лет своей жизни, он был в некотором смысле проще. Я не хочу умолить те жертвы, то море крови и огромные братские могилы, которые остались после коммунистической идеи, но мир был все-таки более разделен на коммунизм и некоммунизм. И казалось, что других сложностей в мире нет. Но вот мы уже почти 30 лет живем после коммунизма, и мы живем гораздо в более сложном мире. Я помню слова нашего художника Кабакова, который говорил, что когда мы боролись с коммунизмом, мы были красивые, мы нравились сами себе, нам все было понятно. И вот мы победили это чудовище. И оказалось, что жить еще страшнее. Нам приходится жить вокруг крыс, вокруг совершенно новых идей, новых представлений, к которым мы совершенно не готовы, к которым не готова и наша культура, и историческое наше знание. И уже не говоря о том, что последние 20 лет впереди вдруг обозначили совершенно другие проблемы. Опять-таки я помню то чувство, с которым я ездила по чернобыльской земле, когда писала книгу о Чернобыле, по закрытой зоне. Когда ты идешь, и ты боишься сесть на траву, ты боишься жара, ты боишься искупнуться в реке. Даже коровы их гонят попить воду в речку, а они заворачивают и не хотят пить эту воду. И это, помню, как страшно было это видеть. Или как пасечник показывал мне закрытые гнезда, которые пчелы сами закрыли от мира. То есть пчелы сами на несколько недель спрятались и не вылетали в чернобыльский мир. У нас шли чернобыльские демонстрации, у нас, у людей Советского Союза, пончики лежали на солнце. А животные слышали вот этот новый мир, к которому мы только сейчас подошли, вот эти новые опасности. Они как бы о них знали, знали о том, чего мы не знали. И я хочу сказать, что тот мир, в котором вам придется жить, и на который придется ваша главная часть жизни, потому что старость еще очень далеко, чтобы уйти в одиночество и жить только этим, а придется жить активно, открытым миру. И этот мир более сложный. Перед нами совершенно новые опасности. Как я уже говорила, вот у меня это чувство началось с Чернобылем. Когда ты понимаешь, что все старое знание не годится. Никто не может тебе ни в чем помочь. И люди, которые мне рассказывали, все говорили, я нигде это не слышал, я нигде это не читал, никто мне это не рассказывал. То есть зло оказалось в новом обличии, и оказалось, что у него много лиц. И теперь вот в очередной такой виток истории, очередной виток зла, например, пандемию, мы можем сказать, для меня это как-то связалось с Чернобылем, что перед нами вот эти новые опасности, перед которыми мы оказались совершенно беспомощны, гораздо беспомощнее, чем, например, на какой-нибудь войне. Вот там, когда идут войны на Украине, в Сирии, они сейчас идут по всему миру, там ты понимаешь, мы все-таки люди культуры войны. А вот этот новый мир, который открылся, и прежде всего для вас, он не имеет еще истории. Это еще, ее придется написать именно вам, эту историю. Из своего опыта я могу сказать, что для того, чтобы интересно прожить, чтобы интересно было жить, надо, в общем-то, нужно мужество. И уже тот опыт о старом мужестве может не всегда вам пригодиться, но, в принципе, всегда, как я выяснила, написав несколько книг о войне, книгу о Чернобыле, книгу о развале империи. Все-таки главным для человека остается одно – остаться человеком. И, как помню, один герой мне сказал, человеком можно остаться в аду. А этот человек знал, о чем он говорил, поскольку он много раз умирал в сталинском ГУЛАГе и каким-то чудом не умер. Он сказал, я не умер, чтобы встретить вас и сказать вот эти несколько слов. Человеком можно остаться даже в аду. Из вещей, которые мне хотелось бы поделиться с вами, я могу сказать, что девизом всей моей жизни были слова Толстого. Я еще в юности их прочла, и он сказал, что надо править всегда выше того места, куда вам надо, иначе снесет. То есть те задачи, которые вы для себя будете ставить, поскольку вы будете существовать в двух историях, в общей истории и в своей личной истории. Так вот, там и там в личной истории это может быть история любви, а в большой истории это история дела, которая станет делом вашей жизни и которой вы осуществитесь, как человек социальный. Вот. Это очень важно для человека, поскольку жить столько своей истории, как бы она велика не была, это все-таки мало для человека, хотя это тоже непростая история. И поэтому надо всегда ставить большие задачи для себя, всегда отказываться от этих оправданий, что особенно часто, и вот я живу сейчас в Белоруссии, на своей родине, и я постоянно слышу одну фразу, которая, наверное, делает нас беспомощными, и мы не можем сбросить диктатуру под властью которой мы находимся уже четверть века. Люди все время говорят, у меня ребенок, у меня старенькие родители, меня выгонят с работы. Вы понимаете, вот эти вещи, они как бы оправдывают нас. Но вот эта культура жертвы, желание спрятаться за образ жертвы, такое спасение, чувствуя себя жертвой каких-то обстоятельств, они всегда у человека, потому что человек всегда перед выбором сделать что-то или не сделать что-то, быть на стороне добра или остаться где-нибудь, спрятаться в тени, пережить где-то жизнь в такой серой массе. Я думаю, что для людей, которые выбрали для себя идеалами, идеалы открытого общества, это как бы не их путь, это не ваш путь. Путь, вот как я его себе представляла всю жизнь, что ты должен идти высоко, с высоко поднятой головой, стараться быть как можно больше всегда равным самим самому себе, стараться как можно меньше изменять самой себе, потому что совсем не изменять, как говорил Пушкин, не придет, не получится у человека, поскольку невозможно это физически, к чему-то он все-таки приспосабливается. Но надо все-таки стараться быть способным на то, что ты не изменишь себе, быть способным постоянно на интеллектуальный риск. Это то, что в новое время и сейчас, а дальше еще больше будет требовать от нас жизнь, требуют все эти социальные, технические устройства и все эти новые, и все это новое зло, которое будет все время обнаруживаться в каком-то новом варианте. К этому мы должны быть готовыми, и мы должны всегда стараться все-таки найти силы в себе, быть на стороне добра и не искать в себе никаких оправданий. Потому что вот когда я встречаюсь у меня, вот сейчас я пишу книгу, и много старых героев, люди, которые прожили при советской власти, в основном. И у них все время звучит рефреном. Мне кажется, что я прожила не свою жизнь. Я вот смотрю на молодых сейчас, и мне кажется, я немножко знаю, как надо жить. Я, глядя на них, на их возможности сегодня, а мы все-таки живем в другом мире, чем жили они, что я прожила не свою жизнь, и я могла найти силы в себе как-то прожить ее по-своему, более согласно с тем, с божественным замыслом, зачем человек на этой земле. А еще я хотела сказать, несмотря на то, на баррикадах придется жить, или на своих личных баррикадах, или на баррикадах общественных, в любой жизни надо все равно все-таки помнить, что жизнь прекрасна, и мы в этот мир, наверное, пущены с какой-то другой целью, целью радоваться жизнью, целью познать любовь, целью полюбить другого человека, не конкретно человека для себя, а вообще другого человека как такового. И тогда вы не сможете убивать его только из-за того, что у него другая религия, или у него другая форма носа, или другой разрез глаз. То есть вот эту радость жизни, пожалуйста, не потеряйте на своем пути. И всегда помните. Я, например, стараюсь об этом помнить. Хотя очень трудно любить человека. Нельзя сказать, что это такое чистое существо, хорошее существо. Человек бывает страшен, поверьте мне, даже человеку, который был на войне, может быть, не так много, но который очень много слышал о войне, о Чернобыле, что все-таки любить его трудно, но ненависть нас не спасет. Спасет нас только любовь. Я желаю, чтобы в вашем сердце было много любви. Любви для того, чтобы идти по жизни спокойно, честно и радостно. Субтитры создавал DimaTorzok